Распалька 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 И ничего не происходит, и не смыть. У нас есть боль, но солнце исходит в пеки. Знаешь, что бы мы не остались, ищем судьбы. А сейчас я не осталась, ищем судьбы. А сейчас я не осталась. Спасибо. Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Фанфай, пожалуйста. Спасибо огромное, что пригласили. Квартир Д. Композитор и поэт Ленинградов. И Квартир Д. Поэт Савитария Миногенова. Спасибо. Спасибо, Игорь. И так, мы сейчас с вами приходим к следующему высрупающему. И так, дорогие друзья, у нас очень хочется услышать одну процессу замечательную. Которая, знаете, как я вам скажу немножко о ее подвиге. Есть такой, скажем так, небольшой подвиг, но он значительный. Например, был как-то у нас прошлый большой контент, я по-моему так, или прошлый. В общем, у нас тоже очень много людей выступающих. И дошло до того, что у нас как бы так получилось, что все не успевали выступить. Эфира не хватало на всех. И вот одна замечательная женщина, она сама сказала, подошла и сказала, «Коль, если хочешь, я свое выступление снимаю, я не буду выступать ради клуба». Это уже дорогого стоит, потому что сама она пишет замечательные стихи, очень хорошо их читает. И сегодня она сделает то же самое, представляете, повторила. Это небольшой подвиг, но это значимый. То есть сам человек творит, сам подошел, видит, что может чем-то помочь. Хотя бы тем, что даже сам не читает. Так же самое было, когда мы выступали на фестивале «Петербургские стропы» в стихах и песнях. Мы тогда очень адски замерзли и нашим самым любовь рядом. И мы тоже как бы подошли, увидели, что мало эфирного времени, нас уже должны были скоро выгонять, но мы тоже к организатору, которая сейчас, в общем, ее зовут Мария Васильева, мы к ней подошли и сказали, «Маша, так-то мы ансамблем снимаем одну песню в вашу пользу, чтобы вам было больше эфира, чтобы больше людей могло выступить». И мы готовы исполнить только одну из двух, как бы, ну, заявленных ранений. Ладно, хорошо, хорошо. И за этот подвиг сейчас поэтесса Ольга Атаманова, вызываясь на сцену, дает ей почетное слово. Олечка, пожалуйста. Ольга Атаманова. Ольга Атаманова. Ольга Атаманова. Ворди ИКТ, поэтесса город Гералинградс. Ольга Атаманова. Ольга Атаманова. Беретик связать, не с кем поспорить о вечности, некому слово сказать. Второе стилотворение о жизни, как о театре, посвящается другу поэту, и, наверное, всех нас это касается. О жизни, как о театре. В этом театре ты выйдешь на главную роль. Я засмущавшись от страха, мелькну в эпизоде. Праведный нищий, привычно уселся на входе. Залетелезя, луна превращается в ноги. В этом театре ты выйдешь на главную роль. Спой нас. Оставь в дураках гибелинов и гвельфов. Гибелин и гвельфы, две враждующие партии флоренцевые, вследствие их вражды, Дарте вынужден был покинуть родину. Это маленькая ремарка. Спой нас. Оставь в дураках гибелинов и гвельфов. Ты пожалеешь в ветвях загнездившихся эльфов, Маленьких эльфов, Водой разбавляющей соль. В этом театре ты выйдешь, И песни, слова станут заботой, печалью, Железной клятвой. Время коснется, и месяц с привычной жатвой Верить заставит, что нет на земле волшебства. В этом театре не пустит меня на порог, Праведные нищие. Он станет зауликим, как Янус. Я обману его, спрошу, расстанусь. Я станусь, я расскажу, Для рассказа найдется предлог. Дальше — пролог. Спасибо за внимание. Радосты и восстановить нас первым. Спасибо большое, Николай, желаю литературного творчества, больших успехов. Желаю ансамблю «Любовь рядом», благодарны зрителям, конечно, тоже больших успехов. Николай, спасибо вам за этот подвиг. Вы сделали книгу «Спасибо библиотеке», которая способствует в большой степени и которая принимает клуб литературного творчества. Всем радости. Спасибо. Замечательная поэтесса Кургера Аманова, власти СССР, вы публикаете свои песни. Вот как парень. Спасибо. Аманова. Спасибо. Спасибо. Я передам субботу Ольги Фёдоровне, да, вот как бы она выйдет на эту сцену. Для вас что-то? Я хочу получить этот рюк нашему смертному представительству. Его бы не было, этого ничего бы не было. Спасибо большое, Ольга. Спасибо. Я всем лучшим сборник, а я себя сам запутаю. Спасибо большое. Ольга Фёдоровна, остына небольшая справедливость. Вот за это мы ей благодарим. Вот сейчас на эту сцену мы вызываем замечательного поэта, города-героя Ленинграда, города-банской славы Кронштадта. Вот КАП-3, капитан третьего ранга Алексея Молочину. Встречайте. Что нужно сказать, пока лишь выходит на эту сцену. Интересно, вот у него судьба так и сложилась. Родной город у него тоже славный. Город-герой Смоленск. Представляете, сколько, да? Но мы не можем прибором называть, поэтому Кронштадт. Итак, дорогие друзья, нужно важно отметить еще, что Алеша, Алексей Молочин, наш дорогой друг Алеша, он написал гимн нашему клубу, гимн КЛТ. Это автор перед вами, гимн КЛТ. Итак, слово Алексея Молочин. Дорогие товарищи, всех нас в этом клубе объединяет то, что нам есть, о чем поведать. Поведать бесконечному количеству слушателей. Сквозь дебри заблуждений, вслед истинно высоком, стихов, блокноты, ноты, извлекшие с пыли, нам есть о чем поведать друзьям, родным, знакомым. Мы в зал библиотечный, поэтому пришли. Чтоб яркий свет оставить, по жизни скоротечной, Литворчеством прославя диковины земли, Нам есть о чем поведать соседям по планете. Мы в зал библиотечный, поэтому пришли. Земного тяготенья, стряхнув оковы плена, Галактикам далеким отправив корабли, Нам есть о чем поведать соседям по вселенной. Мы в зал библиотечный, поэтому пришли. Очень хотелось бы, конечно, чтобы наши дорогие музыканты Переложили этот текст на музыку. Тем не менее, меня пригласили сюда в качестве моряка. И вот последний военно-морской парад проходил частично в Кронштадте. Объяснили этому политическое. Кронштадт — это внутренняя территория. Пробудешь где-нибудь в Балтийске, Сразу начинают возмущаться литовцы, Прочие прибалты. Литовцы особенно возмущают. Они вошли в состав Советского Союза, Когда у них ничего не было, Кроме Аблинского края. Выхода в море даже не было. Вышли, когда у них территория стала больше в три раза, И несколько морских кортов возвратили. Но, тем не менее, как только проходят морские учения, Эти члены НАТО сразу начинают выдвигать различные ноты. А в Кронштадте очень удобно. Территория внутренняя. Никого не тревожим. Никого не беспокоим. И есть что показать. А если есть что показать, То почему бы не показать? Но, в общем-то, гениальный Петр Великий Задумал Кронштадт, как первая крепость на Балтике. И смысл любого укрепления заключается в том, Чтобы малыми силами противостоять крупным силам. Тем временем подтягивая свои крупные силы Для ответного удара. Итак, несокрушимый Кронштадт богатырь. Меж волн ретусарий лежал островок. Неву заслонял он от глаз мореходов, Чей брег был предметом баталий и склок, Славян, скандинавов и прочих народов. Великой империей гений и царь На море поставил заслон супостатом, В Россию творящим вторжение в сталь. На Кодлине крепость нарек он Кронштадт. Сей незакрушимый Кронштадт богатырь Расправил фортов многожильные плечи. И финский залив перекрыл во всю ширь Закрытый броней от ядра и гортечи, Способный несметные силы словить. В защите задействую малые силы Ответным ударом, крушащий их прыть. С тех пор здесь враги находили могилы. Случалось. Наш близкий к погибели флот Под шквальным огнем прорывался к Кронштадту, Где по морю враг никогда не пройдет, Где вдохи на корпус поставят заплату. На запад сместились страны-рубежи, Но слово Петра сквозь столетия велело. Всех мест оборону и флота держи, Як наиглавнейшее ратное дело. Ну и недавно прошел День танкиста. Слышали, наверное, да? Последнее воскресенье было. Ну и поскольку мой покойный папа Тоже был танкистом в лихие военные горы, Стихотворение, посвященное танкистам. Не любил речь вести о войне Инвалид ветеран мой папаша. Плоть живую рвал в клочья Зловонный горячий металл. Чернозем на полях Удобрялась кровавая, смрадная каша. Но единственный случай Он с гордостью мне рассказал. Танк крутнулся и встал, Остывая, как взмокшее тело. Бронебойным снарядом Разбит справа первый каток. Танк покинуть, пока не горит, Под расстрельное дело. Но танкистам спастись в этот раз Молодой командир их помог. Лейтенант, свой рабочий блокнот На листы разрывая, Приказание письменно Всем подчеренным раздал. От расстрельной статьи Их приказом заочно спасая. Каждый лист индульгенция, Коль привлекут в трибунал. Петр Петрович, Вы выйдете лучше наружу из танка. Лейтенанту Юнцу Предлагает механик седой. Бензобак подожжет Попадание прямого болванка. Вас от пламени танка Взрывное отбросит волной. И ушел. Лейтенант за войну Многократно был ранен. Сзади танка он встал, Ожидая атаки лихой. А поддержка ему Только шпагин надежный. И Сталин Закалил Севастополь, Где был он в пехоте морской. Танк подпрыгнул, Далясь, Огневым захлебнувшись фонтаном. Далеко лейтенант был отброшен Взрывной волной. Отлежался, Очнулся, Поднялся, Побрел, Ковыляя, Лишь молитвой, Спасаясь от пули Смертельной, Шальной. Не любил речь вести О войне инвалид, Ветеран мой папаша. Плоть живую Рвал в клочья Зловонный горячий металл. Чернозем на полях Удобряла кровавая Смрадная каша. Но единственный случай Он с гордостью Мне Рассказал. Попробуй. Аплодисменты. 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 Алексей Молодчинов. Павли. 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 Спасибо за внимание. Спасибо, друзья. Итак, Продолжаем наше мероприятие. И на эту сцену Хотелось бы пригласить Кого-то из Вновь, наверное, Пришедших. Можно пригласить на эту сцену, Наверное, Хельгу Ройстер. Понятно? Вот. Итак, Хельга Ройстер Выходит на эту сцену И представляет она Одновременно, получается, Так как родина у нее это Дарк Романтик Клаб, это Алиса Дарк Романтик Клаб перед вами и замечательная девушка, гвардейц нашего клуба. Ольга, кто-то из тега, простите. Добрый день, уважаемая аудитория. Меня хорошо слышно? Или может быть воспользоваться? Могу? Конечно. Всем привет! Ура! Да, так действительно лучше, удобнее. Разрешите, я на секунду микрофон отложу, потому что мне нужно разблокировать больше, когда нужны все мои тексты. Хочешь я стойку поставлю? Неудобно? Сейчас, секундочку, друзья. Я вам не читаю небольшое произведение, которое, на первый взгляд, выбивается из всего того ряда произведений, которые были зачетены здесь. Во-первых, потому что это проза, и во-вторых, потому что роман «Двулик и искональник» написан не про какие-либо города-герои, не про каких-то реальных людей, а про человека вынужденного. Про человека, который, по некоторым данным, может быть, действительно жил в Англии времен королевы Виктории, а может быть и нет, поскольку современные исследователи склоняются к тому, что под видом научной статьи в 1895 году читателям «Пост и пост» была подана сказочка. По легенде, Эдвард Мордрей – это аристократ, живший в шикарном особняке и обладающий целым рядом достоинств. Он прекрасно играл на скрипке, знал иностранные языки и, конечно же, обладал превосходными манерами. Но ему по воле злой судьбы достался врожденный недостаток. Второе – лицо на затылке. Какой экспонат он скрыл? И, естественно, с таким недостатком родившийся младенец сразу же перечеркнул все надежды, которые на него залагались, и все цели, которые ставила перед собой традиционная аристократическая семья в 1830-х годах. Леди Элен долго не вставала с постели. Роды обернулись настоящим кошмаром. Доктор сказал что-то о мертвом близнеце, и больше ничего не было слышно. Красные обои и редкие огни масляных ламп настолько врезались в глаза, что хотелось плотно сомкнуть в веке и спрятаться от боли. К вечеру, когда голова перестала кружиться, леди Мордрей подошла к колобиле и поглядела на сына с нескрываемой гордостью. Он приведет семью на престол Англии. Со временем стоит лишь устранить пару соперников и подождать, пока ребенок подрастет. Ни капли нежности не чувствовалось в прищуренном взгляде леди и ее тонкой, мощнистой улыбке. Зачем умиряться, разглядывая пешку, только что вошедшую в игру? Много ли нежности достается козырь, удачно подвернувшемуся в вашу руку? — Бэнси! Бэнси! — позвала леди. Таручка закрыла в комнату. — Да, госпожа. — Ну же, подойди. Неужели тебя, мать твоих детей, в твои двадцать пять лет так впечатлил новорожденный, что заходишь сюда, как налобное место? — Мой сын теперь твой повелитель. — Надень ему, чепец. — Ну, чего стоишь? — Не види. — Чепец. Доктор не велел. Вдруг младенец задохнется. — Стой. Леди Мортрек сама потянулась к ребенку, но чуть только приподнимая его голову, как закричала. — Проклятие! — Кто подменил моего сына на чудовище? — Это... — Это ваш... — Ваш... — Меледик. — Вон! — Бэнси, оставь меня! Весь следующий день Элен Мортрек не прикасалась к еде. Никого не велела пускать. Лишь Бэнси из чувства долго заходила в спальню, чтобы менять пеленки и давать молоко несчастному младенцу. Он не капризничал и никому не беспокоил. В оборта не ел. Бэнси заметила, что сзади совершенно нет языка и глотки. Ближайшие семь, а то и десять лет, придется провести с уродцем. Год в кормилицах, а потом в няньках. Но ему, и ему затем воспитателем. Оставалось втайне надеяться на эти слова Дорго и скону смерть мальчика. Но за это мысли Бэнси корили на себя. Отец же не был под пробок. Он давно задумывал о неладном. В подвалах Мордейгменера, чуть подальше богатейших полок с вином, хранились опасные яды. Спотыкаясь о щербатые каменные ступени, Лорд Роберт пробирался в промок помраченную коридору. Кто бы мог подумать, что под роскошной усадьбой есть иной мир, страшный и очень запутанный. Кирпичи там неледко выступали из некогда аккуратной и прочной кладки. А кое-где глина так потрескалась, что виднелись дымы. В них копошились высовывая мордочки толстые серые крысы. И в отдалении с потолка сочилась вода. Как раз над тем местом находились посудомоечные, прачечные и ванны. Пахло сырстью и гнилью. Кругом зарела темнота. А кара свечей вам помогала разглядеть старый, покрытый плесенью, шкаф. Там, под замком, хранились маленькие и безобидные, на первый взгляд, флакончики. В каких аптеках по обыкновению отпускали лекарства. Они были наполнены всевозможными жидкостями и снабжены бирками на ладони. Чем не возаметно стерлись, но морд без труда искал нужные снадки. Морфи. К сожалению, временной рекламент не позволяет мне читать дальше, но, как видно из текста, уже с самого рождения младенцу в семье не рады, и родной отец задумает его убить. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры сделал DimaTorzok